Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Перед тем, как показывать, как я буду накладывать грунт, как я буду замешивать все, я сейчас хочу очень подробно снять видеоролик о лотках. Именно поэтому я держу их в руках, потому что в последние годы торговля предлагает нам огромный ассортимент лотков. Зайдешь в садовый магазин, разные формы, разного объема, разного цвета. Высота у одних такая, у других такая. И новичкам, ну даже очень легко запутаться, как выбрать лоток. Как выбрать лоток именно для выращивания рассады, потому что есть в магазинах еще другие, там всякие для выращивания цветов на балконах. Сейчас я сниму камеру, покажу, прям сантиметром измерю каждую высоту, покажу в какие лотки насыпаю я грунт для посева. И какие лотки использую потом в дальнейшем для пикировки рассады. Они немножко различаются. Расскажу, зачем так делаю и нужно ли это делать обязательно. Все сейчас все лотки покажу, измерю вам. Но казалось бы, лотки и лотки, что в них такого? Все они с виду, кажется, вроде бы ничем не различаются. Но если присмотреться, то все они разные. И вообще вот эти наши лотки прошли тоже сложный такой эволюционный период от деревянных самодельных ящиков до таких легких, пластмассовых, красивых. Я вот вам специально принесла показать, потому что ведь возрастные огородники, к которым я себя отношу, еще пользовались не так давно вот такими деревянными ящиками. Видите, мы сами все делали. Я вот сама красила краской. Конечно, такие деревянные ящички, они не очень практичны, потому что все-таки грунт мокрый, мы поливаем, приходят в негодность. И вот в этом году я уже последние ящики свои выбросила. Я в последнее время цветы в них выращивала. Ну, просто летом для красоты. Полностью перешла на такие, хотя пользоваться начала пластмассовыми очень давно, но определилась я не так давно. Потому что, когда сначала появились пластмассовые лотки, они были у нас одного вида, вот такие. У нас вот предприятия в Бийске пластмассовых изделий, вот такие лотки были все-все одинаковые. И много лет я использовала такие лотки. Потом начали появляться другие. Одни побольше объемом, другие поменьше объемом, разного цвета начали белые появляться. Потом вот такие, вот я купила, это уже не наши, не Бийские. И я испробовала все, и побольше, и поменьше. Кстати, есть в магазине даже лотки для выращивания балконных цветов. И вот начинающие огородники очень часто их путают с рассадными, покупают их. Они неудобные, они узкие и длинные. Они неудобны ни для стеллажей, ни для этажерок, ни для подоконников. Нужно выбирать, чтобы на этикетке был именно лоток для рассады. Все. Я испробовала все. И осталось у меня всего два вида. Но я их, конечно, не выбросила. Они вот эти огромные сейчас у меня тоже ходят в обиходе. Но я сюда только урожай собираю. Или вот эти. Сейчас на зиму буду все собирать туда. Такие удобрения остались там. От обработки, инсектициды все сложу и в сарай унесу. Выращивать рассаду я в них уже не буду никогда. Сейчас вам расскажу почему. У меня осталось только два вида. Один для посева, другой для пикировки. Вот такие. Вот этот остался для посева. Это новинка, которая более потом. Но, вероятно, там специалисты, которые делают вот эти лотки, они тоже какие-то изучают. Может быть, пробуют даже сеять. Они, вероятно, тоже поняли, что в такие глубокие лотки сеять неудобно. И смысла нет сильно большой объем земли насыпать. Они потом вот усовершенствованную такую модель сделали. Сею я в такие. Все, осталось два вида. Посевной. Он имеет меньший объем и меньшую глубину. Если вот здесь вот... Сейчас как-то вам показать. Вот тут у нас шесть с половиной. То первоначально был девять с половиной глубина. Но, как вы знаете, что девять с половиной сантиметров глубина, это маленьким вот при посеве семенам и молодым сеянцам, это даже не нужно. Вот эта вот глубина, пять-шесть сантиметров, это самая оптимальная. Сейчас объясню почему. Кто выращивает уже давно, они знают, что в первый период до пикировки они сидят здесь всего месяц. И мы их пикируем всего с одним, с двумя листиком. В это время у них корневая система, но вот вообще крошечная. Они употребляют, используют маленький объем воды. И поэтому при поливе, когда, например, мы польем, и будет увлажниться весь вот этот земляной ком, они не могут освоить этот объем воды, и она, ну это даже нельзя назвать застой воды, но просто она долго, вот эта влажность не употребляется, и может быть или загнивание корней, или возникновение вот этих всяких болезней, которые как там черная ножка или что. Короче, большой ком маленьким сеянцам не нужен. Ну можно, конечно, выращивать, но в этом все равно удобнее. Тут вот эти пять-шесть сантиметров, которые я насыпаю, сею, и до наступления вот этого возраста, когда у них один-два листика, я когда начинаю пикировать, я как раз вижу, что корневая система как раз, она доходит до донышка. И в это время уже как раз, оп, и пора пикировать. Все. Они, во-первых, легче. У них из-за того, что они маленький, вот этот вот слой, они легче, и сделали они чуть-чуть их пошире. Ну там прям буквально на два, наверное, сантиметра. Все. Естественно, обязательно дырка в лотках должна быть для стока воды. Если некоторые говорят, что я поливаю аккуратно, у меня вода не вытекает, дырки делать не хочу, это не только сток воды. Мы все знаем, что корневая система должна дышать, и вот эти дырочки, они, видите, как специально сделаны, чтобы они не вплотную стояли на поверхности, куда мы ставим, а они как бы на рожках, на подставках, вот на таких. Вот видите, это наши лотки. Город Биск, Интерм, компания. И вот, и туда поступает воздух. Вот из таких, из маленьких, из крошечных мелочей, оно складывается, общее состояние нашей рассады, здоровье рассады. Если вот такая небольшая высота грунта, она позволяет и оптимальную влажность грунта, ну, возможность поддерживать там, чтобы он долго не стоял от полива до полива мокрый, как вот, имею, есть такое выражение, как заклекнет она вот этот грунт. Вот когда польешь, он все мокрый, и мокрый, и мокрый, и мокрый, несколько дней лучше. Когда он меньше, они выпили свою маленькую вот эту порцию воды. Через неделю вы им еще подольете, все. Ну, эти, конечно, а вот про эти лотки, я, конечно, даже говорить нечего. Смотрите, какое корыто. Я сначала не подумала, что он будет очень. Во-первых, он очень широкий, намного шире. Вот с этим даже сравните с тем. Он еще страшнее, чем этот. Он неподъемный. Если его нормально уложить туда, землю посеять, и еще полить, я его поднять даже не могу. Отказалась полностью, потому что начинаешь поднимать, колени вот так вот приседают и хрустят кости. Нет, это для женщин я сразу исключила. Поэтому еще раз я хочу вам сказать, что выбирая лоток, вы тоже отнеситесь немного повнимательнее. Вот это вот из таких вот мелочей складывается. И наше, как сказать, то, что легко нам работать с этим или нет, или это неудобно, или это нам тяжело, или вот этот лоток для посева самый удобный. Потом вот эта пикировка. И еще, почему вот мелкий и глубокий. Все, наверное, знают, что специалисты рекомендуют, когда мы начинаем пикировать, если не в лотке, а в стаканчике, то сначала в маленький стаканчик, а потом уже в большой стаканчик. Для каждого возраста вот этих сеянцев, рассады, должен быть определенный объем земли, вот этот земляной ком. Если лоток вот такой огромный и большой, и большой, неосвоенный земляной ком для растений, это плохо. А еще, если нет дырок в дне, нет воздуха, там влажность сохраняется, стоит вода. Здравствуй, черная ножка, здравствуй, корневая гниль, и все-все другие вот эти неприятности. Ну все, я надеюсь, все вам рассказала, но не буду еще раз повторять, что, конечно, после каждого использования я их мою. Видите, они у меня блестят как новые, хотя, конечно, я уже несколько лет в них выращиваю. Всю землю помыла, все это сделала. Сейчас те, которые будут посевные, набивать землей, а те, которые пикировочные, я с осени иногда их не раскладываю, потому что их много тогда делается. Землю держу в мешках, а их держу просто стопкой, разложу весной. Все, до свидания. Теперь сейчас будем приступать к раскладке, к составлению состава грунта и к раскладке вот этой земли. Раскладывать буду палаточком.